Дорога Пушкинская 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 Ну вот, в сторону нашего гнезда. Все пошло. Видите как? Объекты появляются сами, как я и говорил. Ничего не нужно делать для того, чтобы они были. Если ваше желание есть, что-то сделать, фотографию, объекты сами к вам будут приходить. Абсолютно точно. А началось все у нас с чего? Грибы, цепочка, гнездо, пень. Ну, дальше прохожий. И обратите внимание, разговор о войне. Довоенная техника. То, что мы сейчас снимали. Этот ролифлекс сделан в 1939 году. 1938-39, до войны. Здесь нет просветленной оптики. Я поставил желто-зеленый фильтр. Почему именно эту оптику я выбрал? Ну, это отдельное видео. Я напишу о деградации мультипросветления, обычного просветления. Еще одно интересное здесь вот на шильдике, на застежке, знаки. Ну, я люблю все сам изучать, да. Брев SGDG Foreign Pats. Как оказалось в интернете, я нашел, что это аббревиатуры одной из швейцарских, по-моему, компаний, которая выпускала аксессуары для военной техники. В том числе для планшетов военных. Ну, и, как оказалось, вот этот чехол в таком состоянии великолепен. Именно благодаря тому, что здесь, по всей видимости, люди знали, как делать. Эти же люди потом связали войну. Здесь хороший рычаг, блокировка от спуска. Очень грамотно сделано. После этого вы же не нажмете. Случайно закрываем всю эту конструкцию. Ну, и... Надо нам немножко передохнуть. Отдышаться. В ожидании следующего кадра. Много-много наговорил. Забыл включить камеру. Как обычно, не посмотрел. Вот о чем я говорил. Сейчас солнце зашло за тучку. И мы можем замерить. И нам экспонометр показал только одну цифру 2,8. Я навел 2,8. Получил в пасмурном помещении, ну, в пасмурном условиях, одну двадцать пятую на 2,8. То есть, одну пятую на 5,6 он показывает. Вот если сейчас... Ну, я вижу четверку. Четверка. Четверка нам дает одну двадцать пятую на 4, одну десятую на 5,6. То есть, еще меньше, еще меньше света. Вот такие показания. Прибор нам показывает совсем другое. Он нам показывает одну сороковую здесь. На небе одну тысячную. На воде одну сотую. Но все-таки в этой части одну пятидесятую, как мы и ставили. Я надеюсь, что плюс-минус получится. В идеале, конечно, это точечный источник, точечный замер. Дальше у нас лужа большая. И, как сказал Евгений, дальше не пройти. Хотя можно пройти здесь, по лесу. Попытаться пробраться, как партизан. Кстати, грибы растут там, где обычно не ходят люди. Поэтому я, когда собирал грибы, всегда лазил по таким кустам. Находил самые большие скопления грибов. Всегда. Около протока они любят тоже расти. Ну, здесь народу очень много ходит. Поэтому я думаю, что даже если грузи остались, то, скорее всего, их все собрали уже. Хотя нет, вон, видите, под кустом сидит. Уже почти испортился. Вообще, за грибами, конечно, утром ходить и фотографии тоже делать. Лучше в утренние часы. Чем сейчас. Все можно обойти, оказывается. Очень даже ничего. Спасибо.